здравствуйте дорогие друзья кто богат написано очень часто в наших книгах есть вопрос кто богат написано тот кто доволен тем что у него есть это означает что человек должен быть удовлетворен тем что у него есть в противном случае он не богат даже если на его счету все деньги мира для родителей это большая проблема объясню почему например мои родители росли в доме в котором туалет был во дворе и думаете я сильно ценю то что в моем доме туалет в комнате нет что еще я вырос в доме где не было центрального отопления думаете мои дети просыпаются и благодарят бога за отопительный бойлер нет конечно возлюби бога твоего сказано нашей недельной главе раф микоцы написал что лучшее самое высокое достижение в общем достоинства и служение богу это служба творцу из любви надо любить бога служить ему не ради получения награды надо думать сердце о благах которые уже дал нам он нас сотворил устроил с мудростью человека дал разные отверстия и органы дал глаза чтобы видеть дал уши чтобы слышать ноздри чтобы обонять там язык перемешивать пищу произносить звуки горло пищевод сердца невероятные вещи создал для нас есть печень желчный пузырь почки ну то есть невероятно он облёк нас кожей поверх плоти и и мозг сделал то сколько благ создавал всевышний для человека после его появления на свет насколько же мы должны любить его за все это насколько должны быть благодарны ему даже не думая каких-то наградах которые получим зато в этом мире в следующем стараюсь хоть немножко отплатить за те обилие благ которые уже есть есть такой рассказ профессор приготовил для студентов неожиданный экзамен он положил на экзаменационные билеты перевернутым текстом вниз как на любом экзамене и когда закончилась раздача попросил их перевернуть листы все они перевернули и увидели что только точка черная стоит на листочке и он попросил их написать что они видят все студенты без исключения написали что видят черную точку на листочке профессор закончил читать ответ и сказал интересно никто из вас не написал что видит белый лист все увидели только черную точечку на нем я не собираюсь вас воспитывать сказал профессор но возьмите на заметку для размышления никто не написал о белом листе но все написали о черном друзья у нас есть много хороших и красивых вещей в жизни есть какая-то семья здоровье какое то есть любовь дружба заработок но мы находим себя всегда сосредоточение на черной точке какая нехорошая финансовая ситуация вот проблема с соседями там я знаю там черная точка это только маленькая часть сравнение с белым листом который есть в нашей жизни открыть надо глаза написали мудрецы не концентрироваться на черной точке наслаждаться каждым моментом который дан нам жизни радоваться даже если какие-то вещи происходят да рассказывать об одном раве который как-то раз пришел в больницу чтобы исполнить заповедь навещать больных а на выходе он остановился на десять минут возле доски с информационными его спросили ученики что вы ищете забыли что-то нет я просто хочу не забыть что написано на этой доске а здесь написано первый этаж кардиология второй почки там третий нервы четвертые суставы пятый желудок шестой онкология седьмой психиатрия восьмой хирургии так много вида болезни сказал раф у меня слава богу нет ни одного в этом из этих отделений меня нету каждый день выпадает возможность спать дома они в больничной палате отдавать домашнюю одежду они больничный халат я могу выпить стакан воды ртом в своей гостиной а не принимать жидкость через капельницу у нас так много хорошего в жизни и тем не менее иногда мы почему-то оказываемся и сосредотачиваемся на черной точке я недавно попал в больницу на несколько дней посмотрел на вот направо налево посмотрел на все это люди которых везут на колясках облеплены эти это ужас какой-то а я иду спокойно нужно открыть глаза и не смотреть на черное размышлять и благодарить творца мира за каждый прожитый день за удивительное тело за все дары которые нас окружают всевышний передал нам их по своему великому милосердию и она у нас есть потому что вот смотрите есть люди которые как бы спаслись из какой-то ситуации но есть но вы не попадали например кто-то попал и спасался с катастрофе а вы не попали мне на кого-то бомба упала вы там даже не находились радуйтесь масса во всем надо искать белое благословен бог что мы здоровы что мы целы невредимы что у нас исправить справно функционирует что у нас есть хлеб что есть чтобы питаться есть одежда что прикрыть тело вот такая должна такой должен быть подход жизни возможны два типа отношения сосредоточен на том что имеешь и благодарить за все что не спосла нас выше или ковылять по жизни как с грузом обид который тащит за собой человек якобы обманут или обделенный тем что он якобы по праву заслужил третьего пути нету браховы от слаха найдем хороший путь и давайте видеть белое